Каждый пятый молодой казахстанец употребляет наркотики. И даже несмотря на то, что ежегодно уничтожают десятки подпольных лабораторий и тонны синтетических веществ, зависимых становится больше. За последние три года наркозависимых в стране стало в два с половиной раза больше. Эти данные приводят в МВД. Синтетические препараты стали доступными, а способы шифровки торговцев изощрённее. Начиная от QR-кодов на фасадах зданий, заканчивая заманчивыми предложениями о работе путём рассылок в соцсетях. Если у вас есть надёжный человек, которому вы доверяете как самому себе, вы можете пригласить его к нам на работу и получить денежный бонус уже через пять рабочих дней. Система такова. За каждый адрес, сделанный вашим человеком, вы получаете 500 деньг. И такими безобидными сообщениями в телеграмме, ватсап-чатах торговцы синтетикой вербуют казахстанцев. В поисках так называемых закладчиков или минеров, драгдилеров не останавливает даже возраст потенциального наркокурьера. Люди, которые устраиваются закладчиками, очень быстро становятся жертвами в принципе таких наркомагазинов. Поскольку им необходимо постоянно приводить новую кровь в свои потоки, для того, чтобы эти закладчики не поднимались по лестнице и не погружались более плотно в эту информацию. Они сдают в принципе своих собственных закладчиков, своих собственных сотрудников. И разорвать этот порочный круг практически невозможно, говорят эксперты. Вырваться из него зачастую не удается даже тем, кто в этой сфере уже очень давно. Не говоря уже о начинающих наркоманах, убеждены и наркологи. Полностью реабилитироваться удается лишь 20% зависимых. Ну да, есть ряд пациентов, которые и два, и три раза находились на лечении, но поступали повторно, к сожалению. Просто зависимость от синтетических наркотиков такова, что она, кажется, самолечению практически не поддается. Нужны специалисты. И основным здесь является после медикаментозного лечения реабилитационная программа. Ответственные за полное выздоровление пациентов и так называемые созависимые. Простыми словами, от доверительных отношений с родными и близкими зависят, насколько быстро ему удастся побороть болезнь. Об этом по своему опыту знает и алматинец с 13-летним стажем употребления синтетики. Мой совет, ну, не идти там на разные компании, незнакомые, оно того не стоит. Говорить честно о своих проблемах, как бы ни было. Вот думаю, тогда у нашей молодежи будет все хорошо. По словам экспертов, у употребляющих психотропные вещества зачастую не бывает ломки. Привыкание происходит незаметно. И что особенно важно, о влиянии синтетики люди зачастую могут даже не подозревать. Ведь так называемую химию можно подсыпать в напиток, поскольку она быстро растворяется в воде. Поэтому родителям важно внимательно следить за окружением ребенка.